Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек, и сегодня мы с вами начнем проходить третий сезон Ходячих Мертвецов от Telltale Games. Я проходил первые два эпизода не на канале, всегда проходил для себя, вместе с выходом, в общем, эпизодов. Первый сезон я точно помню полностью проходил на английском, второй сезон я проходил гораздо уже позже на канале на Твиче, по-моему, где-то через полтора года после выхода второго сезона. Мишон мы с вами прошли на канале, и третий сезон я тоже решил пройти на канале. Думал даже до выхода вот этого третьего сезона первое и второе перепройти для Ютуба, и скорее всего когда-нибудь это сделаю, просто чтобы я знал, что у меня есть прохождение, на канале оно лежит, и кому надо, те посмотрят его. Вот, ну, правда там эмоции уже будут не первыми, конечно, но, не знаю, думаю, что для канала, ну, прям хочется мне, чтобы у меня были предыдущие сезоны с моими решениями на канале, но сейчас мы с вами выберем продолжение моей истории. Я постараюсь вспомнить выборы, которые я делал, закончить историю первых двух эпизодов сейчас прям. Получается, здесь будет как в Mass Effect во втором можно было сделать, либо в третьем небольшое интро пройти и вспомнить свои решения. Вот. Клементина снова вернулась, это прям топ. Че за мужик, не знаю, но он, наверное, судя по всему, главный герой. Что-то мне на самом деле не очень нравится, какой-то он стрёмненький. Ну, ладно, я, кстати, знаю, что из сериала здесь вроде как Иисус еще должен быть. Интересно, как они его вплетут в историю. Вот. Ну, давайте, продолжим историю. Хотя, на самом деле, начнем новую. Так. Создайте предысторию или посетите для получения дополнительной возможности. Нет, я хочу просто воссоздать предысторию. Наверняка здесь просто, да, будут картинками. Так. В первом сезоне Клементина встретила Лоли после того, как потеряла семью и дом. Он защитил Клем и научил ее тому, какую огромную ценность имеет. Единственная надежда на возрождение человечества лежит во взаимопомощи. Как можно доверять кому-то без кода справедливость. Выживание. Даже ребенок должен способен защитить себя от опасности. Уверенность в своих силах. Выживание. 100% выживание. Здесь выбираю. Клем застрелила его. Несмотря на то, что Ли был всем для Клема, она собралась силами и остановила его мучения. Да. Ну а смысл его зомби оставлять там и ходить непонятно где. Я его, помню, застрелил. После смерти Ли Клем нашла других выживших. Тех, кто помог ей. Например, Кенни, Люк и Джейн. Я вот что-то на самом деле даже плохо помню второй эпизод. Но я помню, что в конце Кенни обезумил. Я его убил. И вроде бы то ли с Джейн отправился, то ли с какой-то другой женщиной. Что-то тут я плохо помню. Люк. Ну, вроде такой неплохой был парень. Кенни никогда не сдавался. Джейн показала Клементине, что приходится принимать тяжелые решения, ставить собственные беспосвещения. По-моему, я выбрал Джейн во второй части. Мы с ней там в какой-то город, что ли, поехали. В Джейн Клементин нашла наставницу. Взгляды во многом разочарованы Джейн. Ее порой безжалостное поведение подчеркивали важность выживания. Если ты не дышишь, ничего не имеет значения. Хитрости в мире постоянно пости неверникам и носу. Все не то, чем кажется. Независимость. Не полагайся на других. Тебе нужно уметь справиться без чужой помощи. Потому что в конце концов, ты, скорее всего, все равно останешься одна. Это было бы, наверное, неплохо. Но смысл в том, что Клемента обычно помогает у меня всем. И когда я играл, она помогала всем. Но во второй части я ее сделал реально такой крепкой девчонкой. Она очень много решений принимала. Гораздо более взвешенных, чем люди, которые были в той общине. И там вообще, короче, было что-то очень-очень странное с поведением тех людей. Потом еще каких-то русских встретили. Но я, пожалуй, выберу, наверное, выживание тоже. Благодаря своим спутникам Клемм завершил путешествие в магазин Хау. Джейн и Клемм вернулись на прежнее место группы Карвера в Веллингтоне. Кенни и Клемм отправились на север, туда, где достаточно холодно, чтобы заменять ходячих. И Ли, она пошла в одиночку. Точно там же еще малыш остался. Нет, мы пошли вместе с Джейн. Мы, Клемм. Я вообще ничего не помню, но нормально все будет, все будет хорошо. С Ли я не пошел, не знаю. Мне что-то он показался слишком жестким, агрессивным каким-то. То есть Джейн, в принципе, тоже не такой прям супервывор, но я помню, что более эмоционально сделала и более спокойной. Более обобщенной. Она там с людьми общалась по-нормальному и не бегала как затворница. То есть он такой, короче, женский вариант Дэрила. Нормально, с ней будем уживать. Обустраивавшись в магазине Хау, Клемм и Джейн сочат голодающую семью. Клемм решает... Вот, голодающая семья. Я помню, что я когда проходил, я их не пустил. Потому что я подумал, кто это такие. Типа незнакомцам верить нельзя, я их выгнал. Типа, конечно, не знают милосердия, но оно должно... Но мне кажется, знаете, если я их прогоню, то они потом нас встретят и нам, короче, ответку не дадут. А когда был второй сезон, и я думал, что этот выбор вообще ни на что влиять не будет, я как бы их прогнал. Но сейчас я сделаю вид, что я их тогда впустил. Клемм научилась на горьком опыте, что выживание зависит от ресурсов, еда, вода, боеприпасы, без них не выживают люди. Вещи можно заменить, людей нельзя. Ну, кстати, да, люди. Легче не становилось. Клемм помнит, как остановила мертвую мать Эйджей, когда та пыталась напасть на нее из-за соли. Пистолет достать. Особенно, если не принимаешь, что в напряженном противостоянии, нет времени заниматься чем-то еще, когда на кону жизнь ребенка. Ой, я вообще этот момент не помню. Наверное, я ее убил сразу. Не сдаваться. Во втором сезоне Клементина оставалась верна семье и друзьям в самых отчаянных ситуациях. Когда Сора Кенни и Джейн поставили под угрозу всех, Клемм неохотно застрелила Кенни, чтобы спасти Джейн. Затем Клемм, Эйджей и Джейн вернулись в магазин Хау и взяли к себе семью и искавшую убежище. Да. Допустим, это будет моя история. Поехали. Начать первый эпизод, да. Вот, кстати, Иисус. Точно. На третьем эпизоде. Но жалко, что пять эпизодов, пять всего лишь. Ну, действительно мало. И по времени, если будет как в Бэтмене, когда там один из эпизодов вообще сорок минут, ну, блин, я не знаю. И плюс, многие уже люди говорят, что надо бы менять движок, потому что лицевая анимация плохо выглядит, картинка сама выглядит плохо. Еще и подтормаживает. На PS4 мы с вами видели, как работает Бэтмен. Надеюсь, что все будет хорошо с ходячими мертвецами. Пути Хавьера и его семи не случайно пересекаются с рождемно настроенной группой. И простое недопонимание перерастает в неуправляемую стычку. Неразрывные узы. Часть первая. Поехали. Первый эпизод. Очень всегда хотел именно вот этот вот мир ходячих мертвецов вместе с вами пережить на прохождении. Получилось только смешон. Но ничего, у нас есть с вами весь третий сезон. Сейчас, Хави, ты должен быстрее. Хави. Смотри, я не дам тебе шик. Хорошо? Я просто... Ты не был здесь когда папа был болен, хорошо? Я понимаю, но... Ты должен быть здесь когда он идет. Я знаю. Хорошо, я уже на мой взгляд. Дэвид! Это Дэвид! Эй! Эй, Дэвид,рана. Я пытался оставить мою машину. Трэффиксер... Он умер. Он умер. Нет! Нет! Я... 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 Как хороший сын. И он даже не видит меня. Он даже не видит меня, потому что он просит тебя. Вы не думаете, что есть миллион местных мест, где мы хотим быть? Вы не думаете, что мы все должны сделать уничтожения? Он был мой папа, тоже! Хорошо? Я имею в виду, ты не... Ты не единственный, который борется с этим! И какой хороший сын ты получил. Uncle Javi? Почему ты борешься? Я слышу тебя изнутри. Не волнуйся, Габе. Мы просто оцениваем. Просто шутка между братьями, понимаете? Да. Мой папа не знает, как ничего серьезно. Возьмите, Михаил. Возьмите в минуту. Возьмите. 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 Стоит видно, что пришли и желтом. Показывается, подäre. Завините, учк센. Заэвэп. А. Я люблю тебя, маленький брат. Ты знаешь это, да? Все, что происходит. Я знаю. Ты думаешь, что я был желающим тебя? Нет, я не думаю ничего. Ну, я был. Для много времени. Ты потерял больше, чем я никогда не буду. Но может быть, что-то доброе может выйти из этого. Потому что мы нужны тебя здесь. Это время вырастить. Ты не можешь уйти от этого. Не больше. Извините. Я имею в виду мою жизнь. Я буду здесь для смерти. И тогда я уйду. Тогда это было. Хави. Кейт. Я очень извиняюсь, Хави. Я очень извиняюсь. Спасибо. Поехали. 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 Твоя мама нужна. Поехали. Ну, персонаж у нас прям такой, сразу видно. Не особо прям, что положительный. Какая-то загадка у него есть. Сам по себе такой. Сам себе на уме даже, я бы сказал. Субтитры сделал DimaTorzok. Он мне не понимает. Скайбонд-энтертеймент. Ты не должен чувствовать его капапа больше, беби. Греба спит. Нет, Я-Я. Люди уйдут. Мексиканская, полумексиканская семья. Плюс, так же совсем недавно я посмотрел все сезоны Ходящих Мертвецов, решил пересмотреть для себя, содержусь в памяти. Сейчас вот я... В общем, в правильной атмосфере, скажем так. То есть мне игра просто нереально должна зайти. Еще какая-то отдельная история в этом мире, это прям класс. То есть они еще не знают про мертвецов. Как? Как это возможно? Легче меня отсюда, Суншоус. Папа! 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 Папа, calmайте! Я, я, Дави! Ты в твоем доме! Что ты делаешь? Он встал, он встал, Хектор! Онgot меня простудить. Мама! О мам, ты сломашь и кavorич образ. esas сними». Ты сломашь, ты сломашь! О, моя Бога! О, моя аргад! О, моей аргад! О, моя аргад! О, моя аргад, я подольеля в JUD blondeからены во repeated Publicfreiа. О, мама. Брата вроде не успел укусить. Мы должны идти. Мы должны уходить в больницу. Давайте посмотрим. Габриэл, где твоя сестра? Кейс! Где они уходят? Возьмите папу. Кейсы на Дэш. Кейсы на Дэш. Мама, уходи в больницу. Не забывай дорогу. Он уходил. Я беру машину. Где Мари? Я не знаю. Мариана! Мариана, мы должны идти. Я-Я болит. Давай, баба, мы должны идти. Нет! 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 Все в порядке. Государственного здания. Я знаю как. И он это скрыл. Хорошо, но мы теперь знаем с чего все началось в этой семье. Может быть нам флешбеками будут показывать. В настоящий момент, да. Может быть нам флешбеками будут показывать, что же там в итоге и как. О, она жива, кстати, вместе с нами. Магринол? Да, не думаю, что я так много. Это точно не может быть. Да, не большой сигнал. Магринол? Как все реально. Как все реально? Блин, я оставил мою воду. Она просто нахват. Просто в 4 часа. Да. Мы должны идти, когда дети спят. Да. Только не менее 4 часа. Давай, чтобы идти, пока дети спяты. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну вообще, как бы, это такое себе было. Намного глупее, чем она. Я не знал, но... Но потом я поняла, что я не помню, что конец. Это был такой конец, который думала, что было так смешно, и я думала, что было так мягко. Я хочу написать все, что я помню, про все. Потому что если я забыл, и они все остаются, я тоже остаюсь. Ну, в крайней мере, немного. Я просто думаю, что это может быть очень важным. Это очень хорошая идея, Марьяна. Я мог бы сказать, да нам нужно искать припасы, там, и все там побажнее, но это как бы тоже важно, на самом деле. Поэтому не буду давить на дитя. Вейст ойл. Не польза к нам. Я, кстати, на самом деле плохо помню второй сезон, потому что первый я перепроходил на PlayStation где-то, наверное, месяца 4 назад. И его я прям хорошо помню. А вот второй я проходил только один раз, как уже говорил. Где-то год назад, может, даже чуть больше на Twitch. И один раз только проходил. Я помню, что там была какая-то коммуна. Потом мы на какой-то стоянке с автобусами были. Потом нужно было решать, кто в итоге из большой группы пойдет со мной, а кто нет. И более-менее хорошо я помню финал. Когда у нас был выбор, с кем же пойти. Окей. А теперь я извиняюсь, что я сделал это. Ясно. Но я решил тыкнуть, проверить, может, там чень-то есть. Но, видимо, там все очень плохо. Так. Ну, пацан какой-то прям вообще вот этот вот очень сильно в себе. Если наш главный герой, я думаю, что он в себе, то это просто вообще затворник года какой-то. И это не пацан. Хорошо. Ну, пацан какой-то. Я оставлю 5 минут. Я хорошо. Хорошо. Женщина паникует, мужчина говорит, что все будет нормально. И все. Делаем дела. Так. Куда дальше идти? Я потому что думал, что это пацан сидит в рубашке. Видите, у нее волосы назад убраны, и не очень сюда понятно, кто это. Но окей, это был ниван. Но про пацана мысль все равно остается. Сеттелин. Хэндий фуэлдинг. Но не много осталось. Да, и свалить нам особо ничего не надо. Здесь, кстати, написано. Ну, то есть, не здесь, но мы поняли. Перейдите. Я вас, кстати, удивлен, что они места до сих пор не нашли. Это может держать много газа. Может быть, очень удобно, если мы остались за время. Перейдите, папа. Два штуки бы закинули. Мало ли вдруг потом Бурзовик бы нашли. Что происходит в этом месте, парень? Я в плохом состоянии, хорошо? Хотелось бы уйти, но... Он не будет. Я надеюсь, что мы не всегда были на дороге. Мне нравится быть с другими людьми. Просто... Мы в этом автомобиле очень долго. Мы в этом автомобиле очень долго. Мы в этом автомобиле не работали в годах. И тогда... Это не мой последний тейп. Но мы все равно вместе. Это лучше, чем ничего, да? Я не знаю. Может, просто оставься. Я не знаю. Но если вы хотите поговорить позже, то я... Вроде. Какой? Ну, пацаны. Мне не нравится, пацан. Серьезно. Я сам умрет, я даже грустить не буду. Ну, чем, блин? Надо все вместе держаться, надо выживать. Я не знаю, фу. Сохожу, блин. Бего. У него наушники заживало. У тебя руки, ноги есть. Чуть еще надо. Шапку сними дурацкую. И все. И ходи. Радуйся жизни. Помогай всем. И не мой. Знаете, вообще, кстати, мы полчаса уже с вами в... Ну... В новых ходячих мертвецах. Хочу задеть, что ли? Пусто, да? Угу. Давайте на этом закончим. Блин, прикольно. Вступление хорошее. Видно, что немножечко потянули картинку. Ну... Надеюсь, что все будет с оптимизацией хорошо в итоге. Тайеры. Панки. Панки. Новый новосток. Все остальное остальное в этом доме... Это... День. Не так, как в Бэтмене. В общем, персонажи вроде как интересные. Главный герой, прям видно, что он такой не очень однозначен. Но мне кажется, что... Либо у нас будет путь сделать его более жестким. Ну, то, что произошло с Риком. Вот. Либо будет путь сделать его более каким-то таким мягким, да? Дружелюбным, там, что давайте держимся за людей, там, особо никого не убиваем. Ну, в общем, такое. Не знаю, каким лидером он будет и в какой момент мы встретим Крементину и тех людей, кто будет с ними. Но, в любом случае, мне как минимум интересно. Надеюсь, интересно будет и вам. Все. С вами был Джек. Всем спасибо большое за просмотр. Увидимся в следующих сериях и в следующих эпизодах. Счастливо. Не забывайте заходить в магазин G2.com. Теперь, после покупки, вы получите 3% себе на кошелек обратно, используя кодовое слово JACK. Первая ссылка в описании. Продолжение следует...